Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я хочу вам рассказать о простом способе размножения растений одревесневшими черенками. Одревесневшими черенками растения можно высаживать осенью. Как правило, осенью мы проводим в садах обрезку. И у нас остается много растительных остатков, много веток. Многие считают это мусором, но на самом деле из оставшихся после обрезки веток можно получить хорошие черенки. И таким образом сэкономить много денег на новых растениях, размножив таким способом нужные сорта и растения. Черенки лучше брать с молодых здоровых растений. Это должен быть однолетний прирост, молодые побеги, толщиной примерно с карандаш. Такие побеги лучше всего укореняются. Какие же растения можно укоренить таким способом? Это, конечно же, черная смородина, красная смородина, белая смородина. Это крыжовник, это форзиция, это метельчатая гортензия, это виноград девичий, виноград обычный, это пузыреплодник, это может быть роза и даже малина. Сегодня я буду укоренять смородину черную, это сорт селечинская, буду укоренять розу, чабушник, как мы еще называем его, жасмин. Буду укоренять розу, виноград и ремонтантную малину сорт жаклин. Что нам для этого нужно? Нужно первостепенно подготовить грядку. Значит, если у нас почвы суглинистые, тяжелые, то обязательно нужно вносить песок. Значит, какие вещества вношу я? Это, в первую очередь, перепревший компост, это песок и немножко золы для раскисления почвы, так как почвы у меня кислые. Значит, на метр квадратный я вношу примерно ведро компоста, ведро песка и полстакана золы. Это на метр квадратной площади. Вношу все эти вещества и перекапываю грядку. Почва должна быть рыхлой и легкой. После этого я приступаю к заготовке черенков. Нарезаю однолетние побеги. В руках у меня черенки чабушника. Как вы можете посмотреть, толщиной они примерно с карандаш. Для посадки нам необходимо выкопать траншейку. Глубина траншеи примерно 15 сантиметров. На дно траншеи нужно насыпать слой песка 5 сантиметров. Если почвы у вас достаточно легкие, в них присутствует песок, то песок добавлять в траншею не обязательно. Значит, после того, как мы подготовили траншейки, нарезаем черенки. Длина черенка должна быть примерно 20-25 сантиметров. Вот. Низ мы делаем срез внизу косым, а сверху делаем прямой срез. Нижний срез должен быть косым для того, чтобы лучше образовывался калиус и в итоге развивалась мощная корневая система. Вот такого плана череночки мы заготавливаем. Вот. Выкапываем траншейку и ставим их под небольшим уклоном. Угол примерно в 45 градусов. Вот. Это также стимулирует лучшее укоренение и лучшее кущение. После того, как мы высадили черенки в нашу подготовленную грядку, почву лучше пролить, чтобы она уплотнилась и черенки лучше приживались. После того, как все черенки высажены, почву нужно замульчировать. Я использую либо опавшие листья, либо опять же компост и провожу мульчирование. Значит, между черенками расстояние примерно 7-10 сантиметров, между рядами 25-30 сантиметров. Таким способом размножения я пользуюсь ежегодно. Конечно, не все черенки одинаково хорошо укореняются. Какие-то растения могут укорениться лучше, какие-то хуже. Могут быть разные проценты выпадения черенков. Но, как правило, я не расстраиваюсь, если что-то не приживается, потому что данный посадочный материал, он бесплатный и остается после обрезки. Поэтому данный способ очень хорош и не требует больших трудозатрат. Например, в отличие от черенкования зелеными черенками, размножения зелеными черенками, данный способ размножения растений более экономически выгоден. Потому что мы получаем уже молодые растения за один вегетационный период. Нам не нужны дополнительные стимуляторы роста, дополнительные корнеобразователи. Просто достаточно высадить черенки в подготовленную грядку. Надеюсь, данный способ размножения растений вам также понадобится. И вы сможете получить новые и бесплатные растения у себя в саду. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!